Уважаемые коллеги, здравствуйте! Сегодня третья часть лекции, завершающая часть лекции, посвященных МРТ-органов малого таза. И моя лекция сегодня будет о верификации патологических изменений предстательной железы с помощью магнитно-резонансной томографии. С позиции рентгенолога мне кажется, что предстательная железа как раз тот орган, который подвержен более творческому подходу среди коллег и у меня. И на сегодняшний день наличие унифицированных шкал дает возможность приблизиться к истине и определить верную тактику ведения пациентов у коллег-клиницистов у урологов. Я хочу начать лекцию с особенностями интерпретации наших изображений, особенностями получения наших изображений и терминологии, которые мы используем при работе со сканами магнитно-резонансной томографии. Магнитно-резонансная томография малого таза, как и большинство исследований в условиях МРТ, достаточно длительное исследование, и это связано с тем, что мы получаем определенный пул последовательности. И последовательности также выполняются в определенных проекциях. Они, конечно, согласуются с классическими рентгенологическими проекциями, но мы используем определенные термины. Если речь идет о аксиальных, поперечных срезах, как представлено на данном слайде, то, рассматривая наше изображение, вы увидите следующие аббревиатуры. Как правило, это согласуется в том числе с компьютерной томографией, когда получают сырые данные, и это соответствует поперечным срезам. Но в магнитно-резонансной томографии аксиальные срезы не являются срезами, которые представляют собой сырые данные, и мы их получаем на основании того, что нам необходимо интерпретировать патологические изменения в этой проекции в том числе. И ретроспективно аксиальные срезы у нас нет возможности модифицировать, в отличие от компьютерной томографии. То, что касается получения боковых проекций в магнитно-резонансной томографии, мы их именуем сагитальными срезами, соответствующей аббревиатурой, которую вы увидите, просматривая наше изображение. И прямая проекция чаще всего именуем корональными срезами, соответствующей аббревиатурой. То есть, когда мы получаем проекцию лицевую прямую, то это, соответственно, корональный срез. То, что касается терминологии. Наша задача обозначить согласно цветности черно-белой гаммы определенные характеристики структуры, которые мы описываем. И как в любом методе лучевой диагностики в магнитно-резонансной томографии, на основании физических методов в интерпретации используется интенсивность сигнала. Тогда как в компьютерной томографии известна эта плотность или денсность, а в ультразвуковом исследовании их агентность. Все, что имеет белый цвет, именуется гиперинтенсивным высоким сигналом. Соответственно, на Т2-взвешенных изображениях это будет простая жидкость, она будет белого цвета, и, например, жир. Без использования подогрения сигнала от жира на обычных Т2-взвешенных изображениях жир будет иметь белый цвет или гиперинтенсивный сигнал. В противовес, естественно, мы говорим о темном цвете, и на Т1-взвешенных изображениях мы увидим жидкость простую в виде темного цвета. И это будет именоваться гиперинтенсивным сигналом или низким сигналом. Серый цвет характеризует изоинтенсивный сигнал, но изоинтенсивный сигнал мы можем использовать этот термин относительно интерпретации каких-либо зон патологических, связывая их с интенсивностью сигнала, с какой-то знакомой нам анатомической структурой. То есть мы можем использовать изоинтенсивный сигнал относительно, например, мышечной ткани или изоинтенсивный сигнал такой-то структуры. Это то, что касается терминологии, и вы зачастую будете сталкиваться в описательной картине с этими терминами. Теперь, я надеюсь, вам станет ясно, что мы имеем в виду. Как же получаются сканы наших исследований? На первом этапе мы получаем сканы с низким разрешением, плохого качества. Они необходимы для того, чтобы выставить срезы. И когда мы получаем с вами срез, например, в корональной проекции, в прямой, нам необходимо поставить, позиционировать срезы следующим образом, для того, чтобы получить, соответственно, боковую или сагитальную проекцию. И обратите внимание, это два взвешенные изображения, содержимое от мочевого пузыря, имеет гиперинтенсивный сигнал. Таким образом, сагитальной проекцией выглядит срединосагитальный срез предстательной железы и смежных органов. Далее. Очень важный момент выставления поперечных срезов. Если речь идет о верификации патологических изменений предстательной железы, то, как правило, мы работаем для системы паэрац. И наша задача определить риск развития клинически значимого рака. И известно, что опухоли наиболее часто растут из периферической зоны. Поэтому очень важно правильно позиционировать срезы. Наша задача поставить поперечные срезы перпендикулярно оси периферической зоны или задней поверхности предстательной железы. И в данном случае, посмотрите, здесь сделано прицельное исследование на предстательную железу, и мы получаем аксиальные поперечные срезы. В данном случае пример Т1 взвешенного изображения, расположенного выше. Но так или иначе, для того, чтобы вы понимали, как выглядит Т1 взвешенное изображение, задержимое от мочевого пузыря имеет гипоинтенсивный сигнал. Если мы поставим продольно периферической зоне положения срезов, то, соответственно, мы получим вот такую подобную картину исследования предстательной железы в прямой корональной проекции. То, что касается обзорного исследования малого таза, то поперечные срезы мы выставляем строго перпендикулярно оси самого исследования. Это необходимо для интерпретации каких-то смежных изменений в окружающих тканях и в зоне сканирования. Но то, что касается предстательной железы, будьте внимательны. Наша задача правильно позиционировать срезы. И начну с анатомии. Напомню, это предстательная железа, пренхематозный орган, который основание предстательной железы имеет более широкий объем и обращена в полость малого таза, тогда как верхушка предстательной железы обращена к тазовой диафрагме. И паренхема предстательной железы окружает протоки. Как мы их визуализируем на наших исследованиях? Для начала, то, что касается экстраорганно расположенных протоков, это семя выносящие протоки. Обратите внимание, вдоль латеральных отделов мочевого пузыря визуализируются гипоинтенсивные структуры, которые стелятся к предстательной железе. И, соответственно, это является проекцией семя выносящих протоков. Семя выносящие протоки с противоположных сторон заходят в предстательную железу и в области основания образуют семя выбрасывающие протоки, которые соединяются с протоками семенных пузырьков. И в области их слияния мы знаем, что находится семенной бугорок. Мы его не можем визуализировать по данным МРТ, но так или иначе помним о том, что область слияния семя выбрасывающих протоков и протоков семенных пузырьков образует семенной бугорок, соединяясь с противоположных сторон. Далее в структуре предстательной железы визуализируются простатические отделы уретры и экстраорганно. Внизу располагаются наружные отделы уретры, которые входят в мебронозную часть полового члена. То, что касается протоков, условно это анатомические структуры, на которых фиксируются паренхема предстательной железы. И относительно доброкачественных изменений, которые мы можем визуализировать при исследовании предстательной железы, очень часто мы можем столкнуться с такими образованиями, как кисты. И в зависимости от локализации, чаще они всего связаны с протоками, соответственно. В зависимости от локализации, они имеют различный эмбриогенез и различные названия. Наиболее часто мы сталкиваемся с кистой маточки предстательной железы и кистой мюллерово-проток. То, что касается кисты маточки предстательной железы, то она имеет срединное дорзальное расположение, как правило, ее размеры не превышают 10 мм, и она располагается между долями периферической зоны и соединяется с просветом уретры. Тогда как тоже часто встречаем, менее часто, но также часто встречаем киста мюллерово-протока, может располагаться парацентральная, имеет грушевидную форму, и вот ее размеры как раз могут превышать 10 мм и распространяться за пределы контура предстательной железы, как представлено на данном слайде. То, что касается кисты семи-выбрасывающего протока, то, как правило, мы увидим в области центральной зоны парацентрально расположенное кистозное образование. Кисты семи-выносящих протоков, они имеют два типа, в зависимости от расположения, проксимальный и дистальный, первый тип и второй тип. Они могут сочетаться с аномалиями развития, в том числе. То, что касается кист семенного пузырька, то мы можем их дифференцировать как кистозные, изолированные от структуры семенного пузырька, образование, чаще всего в области основания, с тонкой капсулой. И содержимое кист семенного пузырька может быть в том числе с наличием белковых фракций, неоднородным. Это также в паренхеме, если мы отвлечемся от локализации относительно протоков предстательной железы. В паренхеме предстательной железы мы можем дифференцировать ретенционные врожденные кисты, которые будут представлять собой локальное расширение протоков в дольках. Напомню, что предстательная железа состоит из определенных зон и делится на основание, среднюю треть и верхушку. То, что касается переходной зоны. Переходная зона состоит из железистой ткани из тромальных элементов. В норме мы ее, обратите внимание на схему, дифференцируем в области основания и средней третьей вокруг уретры. И, как правило, переходная зона располагается центрально, и она имеет негомогенную структуру. Это очень важно. Когда мы работаем с изображениями, помним, что в норме переходная зона имеет негомогенную структуру. В ней обязательно должны визуализироваться какие-то включения, как на данном примере. Переходная зона — источник гиперплазии, и при гиперплазии мы можем увидеть смещение переходной зоны в область верхушки. И помним о том, что переходная зона в меньшем процентном соотношении до 20% может быть источником опухолевого процесса. И основной поиск рака неопластического процесса в области переходной зоны являются Т2-взвешенные изображения. То, что касается периферической зоны. Периферическая зона дифференцируется больше и больше толще в области средней трети и верхушки, как представлено на схеме. Выделена фиолетовым цветом, и она состоит в основном из железистой ткани на 70% в большей части. Соответственно, больший процент опухолевых процессов исходит из периферической зоны. И в норме она имеет, как на данном слайде, следующие характеристики сигнала. Мы ищем яркий сигнал на Т2-взвешенных изображениях. То есть ее характеристики нормальности — это яркий сигнал на Т2. Соответственно, она также может быть яркой на ЭКД-картах. И основной первоначальный поиск неопластического процесса в периферической зоне является диффузионно-взвешенные изображения, которые сопоставляются с картами ЭКД. Или DVI и ADC. Центральная зона. Центральная зона занимает среднюю треть и основание. Окружает семя выбрасывающие протоки. Обратите внимание, мы уже их умеем дифференцировать. В области основания гипоинтенсивная структура, которая окружает точечные включения, которые соответствуют семя выбрасывающим протокам. Она состоит из железистой ткани на 25%, в остальном — фиброзно-мышечными элементами представлено. В центральной зоне в небольшом процентном соотношении до 5% может наблюдаться опухолевый рост. И важным критерием отсутствия патологических изменений — это симметричность относительно долей. Напоминаю, что предстательная железа состоит из правой и левой доли. И когда мы посмотрим, как в данном случае, на корональный срез, мы отметим, что с обеих сторон центральная зона имеет вид такой галочки, которая имеет симметричность относительно правой и левой доли. И, соответственно, на Т2 и ЭКД она характеризуется в норме низким сниженным сигналом. Фибромускулярная строма состоит из мышечной ткани и располагается в вентральных отделах на уровне средней, третьей и верхушки, как представлено на схемах. И обратите внимание, в центральных отделах слайда представлена фибромускулярная строма, как она выглядит в норме. У нее гипоинтенсивный сигнал на Т2. И этот гипоинтенсивный сигнал мы можем сказать из-за интенсивен мышечной ткани, то есть, например, стенки мочевого пузыря или мышцам области сканирования. Соответственно, у нее нет никаких проявлений, говорящих в пользу неопластических изменений. То есть, нет повышения на диффузионно взвешенных изображениях сигнальных характеристик, нет проявлений раннего контрастирования. То, что касается периферической зоны, важным является то, что мы должны помнить о том, чтобы не употреблять лишнее в наших протоколах, не писать диффузные изменения у молодых людей предстательной железы на основании того, что мы не видим той привычной, как нам кажется, яркости сигнала от периферической зоны. В данном случае пример 30-летнего мужчины, у которого диффузно из-за интенсивный сигнал от периферической зоны. Это обусловлено тем, что у пациента плотно упакованы железистые элементы. Соответственно, сигнал от периферической зоны будет не такой яркий. То, что касается более большей возрастной группы, мы можем отметить наоборот повышение яркости сигнала, диффузную от периферической зоны. И это тоже является проявлением возрастной нормы, и патоморфологической основой этих изменений является кистозная атрофия. Переходная зона подвержена гиперплазии. И отдельно мы выделяем следующие компоненты гиперплазии. Обратите внимание, напомню еще, что изображение МРТ инвертированное, и то, что у нас располагается относительно правой руки, это будут левые отделы анатомические. И обратите внимание, в обеих долях предстательной железы видны увеличенные латеральные доли на аксиальных срезах. Сагитальный срез дает нам возможность дифференцировать увеличение ретро-уретральной или средней доли, которая визуализируется следующим образом и располагается позади простатического отдела уретры. Следующей структурой, которую мы дифференцируем у пациентов, это хирургическая псевдокапсула. Она представляет собой сгруппированные мышечные клетки, которая вплетается в везико-простатическую мышцу, и при гиперплазии, как правило, диффузно-равномерно гипертрофируется. Но также при гиперплазии мы можем отметить локальную гипертрофию. И это очень важно помнить. Нам необходимо в данном случае будет применять критерии неопластического процесса для того, чтобы дифференцировать банальную толщину хирургического псевдокапсула от наличия неопластического процесса. О том, как дифференцировать и какие особенности неопластического процесса, большая часть лекции в дальнейшем я вам попытаюсь осветить. Следующее – это структуры, которые окружают предстательную железу. То, что касается внутритазовой фасции, она делится на париетальную, и париетальная прилежит к стенкам малого таза, и висцеральную. Висцеральная представляет собой срез лука, она содержит несколько слоев, в котором располагается клетчатка, сосуды и нервные окончания. А вот к поверхности предстательной железы прилежат сгруппированные мышечные клетки, которые представляют собой не истинную капсулу, а формируют, соответственно, псевдокапсулу. И эта структура перенетрирована сосудами и нервами. И очень важный момент заключается в том, что псевдокапсулу мы дифференцируем на ограниченном участке. Она располагается по задней латеральной поверхности на уровне основания и не достигает верхушки. И говорить о экстракапсулярном распространении относительно вентральных отделов или верхушки логично, некорректно. Поэтому обязательно отметьте, что капсула предстательной железы располагается на ограниченном отделе. Следующие анатомические компоненты, которые нам необходимо помнить и уметь дифференцировать. Простатовизикальный комплекс, который является продолжением детрузера и, соответственно, имеет гипоинтенсивный сигнал на Т2 взвешенных изображениях и вплетается в задние отделы предстательной железы. Наружный сфинктер уретры. Очень важно отмечать распространение рака на наружный отдел сфинктера уретры и уметь дифференцировать эту структуру. Она также характеризуется гипоинтенсивным сигналом, линейным гипоинтенсивным сигналом на Т2 взвешенных изображениях. И помним о том, что соотношение с верхушкой предстательной железы вариабельно, и мы можем увидеть разное расположение наружного сфинктера уретры. Но не забываем обязательно просмотреть, что же происходит с этим отделом нижнего этажа малого таза. Вентральные отделы. Здесь мы выделяем лонопростатические связки, которые выполняют стабилизационную функцию и вплетаются в передние отделы сфинктера. В крайне левых отделах слайда они показаны корональной проекцией, также гипоинтенсивные структуры на Т2 взвешенных изображениях. В вентральных отделах впереди от предстательной железы располагается сеть венозных сплетений, которые называются венозные сплетения санторини. Если мы видим расширение сосудистого компонента больше 8 мм, обязательно указывайте в своих протоколах, это может повлиять на тактику оперативного вмешательства. То, что касается сосудистонервных пучков. Мы увидим в структуре перепростатической клетчатки, в структуре висцеральной фасции такие линейные компоненты, которые располагаются на 5 и 7 часах условного циферблата. Знание этих отделов необходимо для того, чтобы оценить наличие переневрального распространения неопластического процесса в том числе. Важно определять размеры и объем предстательной железы впоследствии. Для того, чтобы померить объем предстательной железы, мы выполняем три взаимоперпендикулярных измерения в сантиметрах, перемножаем и умножаем на константу 0,52. То, что касается пациентов от 60 лет и старше, то объем предстательной железы в диапазоне от 40 до 80 см кубических будет соответствовать умеренной гиперплазии. Если объем превышает 80 см кубических, то это выраженный гиперпластический процесс. Очень важным моментом, на котором я хотела бы остановиться, это подготовка к исследованию органов малого таза и в том числе к проведению мультипараметрической магнитно-резонансной томографии предстательной железы. Дело в том, что наши исследования, поскольку они длительные, то необходимо потратить определенное количество минут на проведение одной последовательности. И это, естественно, влияет на наличие двигательных, то есть на качество изображения влияет наличие двигательных артефактов. И потенциальными проблемами, с которыми можем столкнуться, рассматривая наше изображение, это перистатические артефакты, это переполненный мочевой пузырь и избыточное газообразование в просвете кишки. Поэтому перед исследованием наша задача – проинформировать пациентов, чтобы они корректно подготовились к исследованию. Что это значит? Это значит, что необходимо за двое суток до исследования соблюдать диету, которая включает в себя исключение из рациона газообразующих продуктов. Желательно выполнить очистительную клизму не позднее, чем за 12 часов до исследования накануне вечером. Обязательно обсудить с лечащим доктором необходимость и категорию препаратов, которые будут являться спазмолитиками. Чаще всего мы рекомендуем принять ножпу за 40 минут до исследования для того, чтобы предупредить повышенную перистатику и газообразование. Желательно исключить негазированную воду из напитков перед исследованием. И очень важным моментом является проведение исследования в условиях средненаполненного мочевого пузыря. Потому что переполненный мочевой пузырь вызовет по нескольким причинам двигательные артефакты. В первую очередь они будут связаны с истинным перенаполнением, во-вторых, с беспокойством пациента. И если мочевой пузырь будет недостаточно наполнен, то, естественно, на этом фоне мы не сможем адекватно оценить стенки мочевого пузыря. То есть здесь такое вот многофакторное пожелание, наша задача, чтобы пациент был с средненаполнением мочевого пузыря. Поэтому мы рекомендуем его не опорожнять не позднее, чем за 2 часа до начала сеанса МРТ. Какие же показания к проведению мультипараметрической магнитно-резонансной томографии предстательной железы? Это первичная диагностика процесса. Безусловно, это дифференциальная диагностика выявленных изменений. Стодирование и оценка локального распространения рака предстательной железы. Наши исследования помогают в выборе метода биопсии. Наши исследования также помогают в планировании оперативного лечения, радиотерапевтического лечения. И если речь идет о выявленном процессе и проведенном лечении, то магнитно-резонансная томография помогает выявить наличие рецидива при различных вариантах лечения. В 2012 году была предложена унифицированная шкала, которая используется в интерпретации различных органов и систем. Если речь идет и называется RADS, Reporting and Data System, то, что касается исследования предстательной железы, она именуется PIRATS. Первая версия имела свои особенности, то есть, например, секторальная локализация процессов была выражена в числовых величинах, была использована спектроскопия как дополняющая опция в интерпретации исследований. В 2015 году произошла серьезная модификация, отказались от особенностей интерпретации и контрастирования, отказались от числовых величин в локализации процесса, отказались от спектроскопии, и эта версия стала именоваться в версии 2. А в 2019 году версия 2 была немного модифицирована с точки зрения подхода к выполнению исследования и с точки зрения интерпретации наших изображений. И эта версия, с учетом того, что она имела ограниченные модификации, получила название версия 2.1. Какие же категории имеет шкала Пайрац? Она имеет 5 категорий, и она говорит о степени вероятности наличия клинически значимого рака. То есть с помощью этой шкалы мы не говорим на 100% о наличии неопластического процесса. Мы подозреваем неопластический процесс и даем возможность стратифицировать пациентов и облегчаем положение урологов, давая им дополнительную информацию о том, что происходит в структуре простаты. Соответственно, Пайрац-1 это крайне низкая степень вероятности наличия клинически значимого рака. Пайрац-2 это низкая степень. Соответственно, первая и вторая градации говорят нам в пользу доброкачественных изменений. Наиболее сложное, требующее индивидуального принятия решения о ведении пациентов является третья градация, которая соответствует неопределенной степени вероятности. И соответственно, Пайрац-4 и 5 это разные вариации степени вероятности наличия клинически значимого рака. То есть здесь мы уже говорим в пользу наличия неопластического процесса. На данном слайде представлена итоговая работа, которая в совокупности Европейской ассоциации урогенитальных радиологов американской коллегии радиологов была предложена в версии 2.1 в 2019 году. Вы можете с ней ознакомиться. И далее, начиная работать с нашими изображениями, напоминаю, представительная железа имеет три отдела это основание, средняя треть и верхушку и две доли, правую и левую. Соответственно, для того, чтобы нам локализовать патологический процесс, в системе ПАРАЭЦ есть схема топографии сегментов. Они имеют по версии 2 аббревиатуры латинских букв в зависимости от того, где локализуются изменения. Это транзиторная зона или переходная, которая делится на передние отделы и дарзальные, это фибромускулярная строма, это центральная зона, и это периферическая зона, которая делится на передние или вентральные отделы, и задние отделы дарзальные, которые, соответственно, имеют локализации заднелатеральную и заднемедиальную. Выделяют 39 сегментов, 36 из них внутрепростатических, о которых я говорила, также отдельно выделяют наружный сфинктер уретры, как сегмент, и правые и левые семенные пузырьки. В версии 2.1 добавлены еще в области основания две зоны периферической в области медиальных отделов близ заднелатерального сегмента. Они выделены здесь красными стрелками. Также в облегчении локализации и указания топографического расположения патологической зоны мы можем использовать следующую схему. На уровне переходной зоны, там, где располагается простатическая часть уретры, мы проводим две взаимоперпендикулярные линии, которые делят транзиторную зону на передние и дорзальные отделы. И, соответственно, подобная линия, она делит предстательную железу на правую и левую доли. Если мы выделим линию, которая разделяет по наружной поверхности транзиторную зону, периферическую зону на два отдела, мы будем отдельно выделять задний латеральный отдел и задний медиальный отдел. Если мы где-то верифицируем какой-то патологический процесс, мы можем его локализовать относительно положения условного циферблата. Также в мультипараметрическое исследование предстательной железы и в ПАЕРАТ-систему входят особенности и требования к выполнению исследований. Что же к ним относится? К ним относятся выполнение Т2 взвешенных изображений, выполнение обязательно диффузионно-взвешенных изображений с построением карты КД. При этом мы можем получать с невысоким фактором диффузию обзорную и обзорные диффузионно-взвешенные изображения, например, для того, чтобы верифицировать и облегчить поиск патологических лимфатических узлов и изменения в костных структурах. И обязательно использование селективных диффузионно-взвешенных изображений с высоким В-фактором для того, чтобы нивелировать и улучшить качество изображения диффузионно-взвешенных изображений и определить частоту наличия определенных патологических процессов. Также рекомендуется выполнение контрастного усиления. И в предстательной железе важным является выполнение именно динамического контрастного усиления, которое имеет следующее требование. Одна серия динамического контрастного усиления по временным промежуткам не должна превышать 10 секунд. Обязательное выполнение Т2-взвешенных изображений и диффузионно-взвешенных изображений должны совпадать по положению срезов. Не только с точки зрения положения в какой-то определенной проекции, но мы еще должны соблюсти наклон срезов в том числе. В данном случае представлены различные аббревиатуры, с которыми вы можете столкнуться, которые обозначают, что это изображение с использованием внутривенного контрастирования. Динамическое контрастирование выполняется на Т1-градиентных эхоизображениях. Задача наша заключается в том, что по версии PIRATS 2.1 мы должны в первую очередь обратить внимание на раннее фокальное контрастирование в патологической зоне, которую мы выявили по стандартным импульсным последовательности. Она изоинтенсивна, это зона участком накопления контрастного вещества, то есть появление контраста в бедренной артерии. В версии 1 были предложены кривые сигналы времени, которые использовались для присвоения баллов. Также возможно использование перфузионных карт, определение количественного анализа, но так или иначе помним о том, что мы ищем в первую очередь ранее локализованное контрастирование. И при определенных обстоятельствах желательно включить в свои протоколы проведение многоплоскостного отсроченного сканирования. Также в протокол сканирования включены T1 взвешенные изображения, когда они нам необходимы для того, чтобы просмотреть лимфоколлекторы. Здесь мы уже можем выполнять срезы более толстые, до 5 мм, но обязательно верхняя граница срезов проекционно начинается от бифуркации аорты. И наша задача также первоначально, до введения контрастного вещества, посмотреть, что происходит с предстательной железой на нативных T1 взвешенных изображениях. По какой причине, я вам это продемонстрирую далее, но не забывайте, что мы обязательно обращаем внимание на доконтрастный T1 и на структуру предстательной железы. Также T1 взвешенные изображения нам необходимы для интерпретации состояния костной ткани. То, что касается T2 взвешенных изображений, обязательно выполнение в том числе high resolution с тонкими срезами и обязательно выполнение в двух проекциях, в аксиальной и корональной. И еще раз, внимание, мы выставляем срезы, срезы желательно с наибольшей толщиной периферической зоны. Поэтому наша задача получить аксиальные тонкие срезы на предстательную железу относительно толще задней периферической зоны или задней поверхности, где располагается периферическая зона, как представлено на данном слайде. Если мы увидели какие-то патологические процессы в переходной зоне, тогда мы можем, конечно, посмотреть, сделать дополнительные ортогональные проекции, в том числе перпендикулярно расположению простатического отдела уритры. Но помним о том, что МРТ имеет свои ограничения, и мы не видим какие-то минимальные изменения. У нас есть возможность визуализировать только неопластические процессы со следующими параметрами. Как правило, это промежуточный или высокий грейд. Это клинически значимые раки предстательной железы, когда глисон больше или равен 7, и размеры или объем патологического очага равен или превышает 0,5 кубических сантиметров. При этом, к сожалению, у нас нет возможности на сегодняшний момент выявить микроскопическое прорастание капсулы, но мы можем дифференцировать экстрапростатическую инвазию опухоли. Важные отправные точки именно характеристики рака предстательной железы. Рак предстательной железы характеризуется гипоинтенсивным сигналом на Т2 взвешенных изображениях, гиперинтенсивным сигналом на диффузионно взвешенных изображениях, соответственно, гипоинтенсивным МР-сигналом при построении карт измеряемого коэффициента диффузии. Диффузия и ЭКД говорят в пользу цитотоксического отека. И при проведении динамического контрастирования рак предстательной железы характеризуется ранним фокальным усилением сигнала в зоне, характеризующейся гипоинтенсивным сигналом на Т2 взвешенных изображениях. И на основании данных, и в том числе приведенных много раз моими коллегами, что является признаками накопления контрастного вещества? Это очаговое накопление контраста, именно раннее, которое коррелирует с подозрительными изменениями на Т2 и на диффузии. К отсутствию накопления контрастного вещества, которое может нас навести на мысли о наличии неопластического процесса, относится отсутствие раннего накопления, диффузное накопление контрастного вещества, которое не коррелирует с подозрительными изменениями на Т2 или диффузии, или все-таки очаговое накопление, которое может коррелировать с изменениями на Т2 и диффузии, но мы будем четко понимать, что это соответствует узлу доброкачественной гиперплазии. И давайте попытаемся научиться интерпретировать изображение относительно стратификации системы PIRATS. И начнем с периферической зоны. Критериями злокачественности являются высокий сигнал на диффузии, низкий сигнал на ИКД, локальная зона снижения сигнала на Т2, раннее фокальное накопление контрастного препарата. И ключевой последовательностью являются диффузионно-взвешенные изображения. Мы начинаем с диффузии. Мы ищем патологически яркий сигнал на диффузии или низкий сигнал на ИКД. И как же выглядят изменения? Обратите внимание, мы присваиваем баллы относительно периферической зоны. Гомогенный гиперинтенсивный сигнал, нет подозрения на какие-то процессы, это 1 балл. Если мы видим линейные структуры, которые соответствуют симптому полосок арбуза, то это будет говорить в пользу того, что скорее всего речь идет о 2 баллах. Если мы видим такие изменения, которые назовем их соу-соу, они гетерогенные, они не очень гиперинтенсивные, мы не можем их классифицировать ни к одним баллам, которые располагаются выше или ниже. Тогда мы оставляем это и в третьей категории. И все намного проще, когда речь идет о локализованных изменениях, когда у нас есть 4 балла. Это гиперинтенсивный локальный сигнал, но он менее 1,5 см. А если он более 1,5 см или есть экстрапрактатическая инвазия, то это признаки, говорящие в пользу 5 баллов. Еще раз, гомогенный гиперинтенсивный сигнал 1 балл, линейные структуры 2 балла, нечеткие, ближе к изоинтенсивным структурам, которые мы не можем отнести ни к одной градации, отнесем их к 3 баллам. И локализованные изменения в зависимости от размера, которые не оставляют мысли о том, что это скорее всего что-то локальное и будет скорее всего неопластическое, это 4,5 баллов. То, что касается диффузионно взвешенных изображений и сформированных карт ЭКД, то они совпадают по интерпретации с переходной зоной. И также присваиваются баллы. И здесь, в периферической зоне, они являются основными. В первую очередь мы обращаем внимание на них. Если нет изменений на ЭКД и на диффузии, 1 балл. Если мы видим нечетко очерченные, слабо гиперинтенсивные изменения на ЭКД, 2 балла. Если мы видим локальные, фокальные изменения слабого или умеренного гиперинтенсивного сигнала, или такие слабо изоинтенсивные на ХАЙ-Б показатели к диффузии, то это говорит о том, что опять же, соу-соу, это третья категория. Выраженные локальные изменения, которые говорят о цитоотоксическом отеке, яркий сигнал на диффузии, низкий на ЭКД, менее 1,5 см, это 4 балла. Больше 1,5 см, и есть экстрапростатическая инвазия, опять же, 5 баллов. И вот пример, мы уже привычные нашему глазу Т2 взвешенные изображения, и давайте попробуем скоррелировать то, что мы видим на диффузии. Карта ЭКД, вторая категория, низкий сигнал от описанной зоны без повышения сигнала на диффузии. И такие не очень показательные изменения сигнальных характеристик в локальной зоне, которую мы видим в корреляции с Т2 изображениями. Соответственно, будем предполагать о третьей градации. И локальные участки, которые говорят о том, что в этой зоне, которую мы дифференцировали на Т2 взвешенных изображениях, есть изменения, говорящие в пользу цитотоксического отека, яркий сигнал на диффузии, низкий сигнал на ЭКД, в зависимости от размеров. Говорим о градации 4 и 5. И пример. Пациент 60 лет, показатель ПСА 80 нг на мл. Наша задача верифицировать изменения, которые мы видим при просмотре изображений. И мы видим, что у пациента есть локальное повышение сигнала на диффузионно-взвешенных изображениях со снижением сигнала в этой зоне при построении карты КД. Это коррелирует с локализованными зонами в периферических отделах правой доли. И размер мы здесь померили составляет 16 мм. И также есть четкая корреляция с тем, что здесь есть фокальное накопление контрастного препарата. То есть те критерии, о которых мы с вами говорили, говорят в пользу того, что по размерам это высокая вероятность наличия клинически значимого рака, в периферической зоне правой доли. Переходная зона. Здесь ключевой последовательностью будут Т2-взвешенные изображения. И критериями будет являться пониженный сигнал на Т2-взвешенных изображениях, гомогенная структура неправильной формы с нечеткими контурами. Именно гомогенная структура говорит в пользу злокачественности низкого сигнала. И отсутствие капсулы. И, к сожалению, здесь диффузионно-взвешенные изображения не являются ключевыми, потому что изменения с высоким сигналом на диффузии и низким сигналом на ИКД могут встречаться в узлах гиперплазии. И относительно градации, если мы видим четко инкапсулированные узлы на Т2-взвешенных изображениях, на ключевых изображениях, то это говорит в пользу того, что здесь 1 балл. Если у нас полностью инкапсулированный узел или однородно отграниченный узелок без капсулы, такой немного атипичный, или гомогенная слегка гипоинтенсивная зона, которая разделяет узелки, это 2 балла. Опять же, неоднородная интенсивность сигнала, которую я продемонстрирую, как это может выглядеть, и не классифицируется ни в какую градацию, это будет говорить в пользу того, что мы сомневаемся, и это 3 балла. Линзовидные, как правило, формы, участки гомогенные с низким сигналом менее 1,5 см, говорят в пользу 4 баллов, и пятая градация, это более 15 мм, и наличие очевидного экстрапростатического инвазивного роста. Как выглядят доброкачественные изменения, когда мы даем им величины 1 или 2 балла на Т2 взвешенных изображениях схематически? Обратите внимание, полностью инкапсулированный узел, гомогенный ограниченный узел без капсулы, но ограниченный, наличие включения кистозных, говорит в пользу доброкачественности, наличие узла в узле, округлая овальная форма с четкими контурами, и большая часть инкапсуляции, все это говорит в пользу того, что это доброкачественные изменения, когда мы можем давать 1 или 2 балла этим изменениям. Обратите внимание, никаких четких характеристик того, что здесь есть выраженное снижение сигнала, все говорит в пользу доброкачественных узлов гиперплазии. Мы видим снижение сигнала, но четкие контуры от узла. Мы видим зону, которая разделяет узлы, не имеет какой-то определенной формы, но имеет четкие границы, 2 балла, 3 балла. И вот мне кажется, самым показательным является именно это изображение. Узел, но он гетерогенный, он не четко гипоинтенсивный. Есть такие вот серые участки. Будем сомневаться и, скорее всего, будем говорить о том, что здесь речь идет о третьей градации. И как же выглядят изменения, говорящие в пользу неопластического процесса? Симптом стертого угля. Очень низкий сигнал на Т2 взвешенных изображениях. И 4, и 5 баллов, исключительно разделение по размерам. И те же самые характеристики, что и в периферической зоне, говорят нам о том, какие градации мы можем присвоить переходной зоне. То есть это нет изменения на ИКД, яркий сигнал на диффузии, нечетко очерченные слабо гипоинтенсивные изменения на картах ИКД, 2 балла, 3 балла, фокальные изменения с эффектом соус-соу, то есть у нас умеренно гипоинтенсивный сигнал на ИКД и слабо изоинтенсивный сигнал на диффузии с высоким фактором. И характеристики цитоксического отека в зависимости от размеров, говорящие в пользу наличия клинически значимого рака. И вот примеры, как выглядит это на диффузии. Никаких подозрительных участков, говорящих о том, что есть яркий сигнал на диффузионно взвешенных изображениях при первой и второй градации. Такие весьма сомнительные зоны изменений сигнала на диффузии и на ИКД и четкие контуры от узлов, 3 балла. И, безусловно, яркий сигнал на диффузии, низкий сигнал на ИКД как при четвертом примере, так и при пятом примере. Следующий кейс – пациент, с которым мы начинаем работать 70 лет, повышение ПСА, напомню, что серая зона – это от 2 до 9 нанограмм на миллилитр, без привязки к возрасту на данном этапе. И, просматривая изображение, мы обращаем внимание на ключевую последовательность для переходной зоны. Она имеет четко гипоинтенсивный сигнал и размеры 22 мм. В сагиттальной проекции эта зона занимает среднюю треть и верхушку. И какие характеристики эта зона имеет на диффузионно-взвешенных изображениях? Яркий сигнал на диффузии, низкий сигнал на ИКД, ранее фокальное контрастирование, которое для нас здесь не очень принципиально. Все эти изменения мы локализовали на топографических картах. И из-за размера и характеристик, соответственно, это будет пятая градация, свидетельствующая в пользу наличия высокой степени вероятности злокачественного процесса. Давайте попробуем посмотреть более сложный пример, когда мы видим в переходной зоне неоднородную структуру с низкой интенсивностью сигнала, с нечеткими краями. Она показана здесь стрелкой, при этом мы видим четко очерченный узел гиперплазии. И предлагаю для работы включить в свои рабочие папки эту схему, которая даст нам возможность определять градации степени системы PIRATS. В данном случае мы говорим о правых отделах, мы говорим о переходной зоне. Мы с вами ее дифференцировали по T2-взвешенным изображениям и решили, что это тот эффект СОУСО, когда мы не очень можем ее разделить на доброкачественный и злокачественный процесс. И дальше мы обратились к диффузионно-взвешенным изображениям, как представлено на данной схеме. И по диффузионно-взвешенным изображениям у нас яркий сигнал на диффузии, низкий сигнал на ИКД. Это говорит в пользу того, что мы можем увеличить степень градации, как показано здесь. У нас четвертая степень по диффузии ИКД, значит, мы повышаем степень, и мы говорим о том, что здесь речь идет о PIRATS-4. В левых отделах представлена схема для работы с периферической зоной. Мы начинаем с диффузионно-взвешенных изображениях. И если у нас есть сомнительный участок, мы обращаем внимание на наличие раннего контрастирования и говорим о том, что если у нас нет раннего контрастирования, остаемся на третьем уровне. Если есть, то повышаем градацию до четвертых. Система PIRATS-2.1 еще добавила относительно второй градации диффузионно-взвешенные изображения. Если мы видим характерные проявления цитотоксического отека, говорящие в пользу четвертой степени, мы имеем право повысить степень градации до третьей. Фибромускулярная строма. Помним о том, что здесь тоже может наслаиваться неопластический процесс. Мы научились с вами ее дифференцировать в норме. Она из интенсивно-мышечной ткани. У нее низкий сигнал на Т2, высокий сигнал на ИКД. Нет и при отсутствии... Соответственно, мы можем посмотреть на референции. Это стенка мочевого пузыря, мышечная ткань, область тисканирования. И при отсутствии неопластического процесса проекционного в этой зоне нет раннего контрастирования, нет повышения сигнала на диффузии. И давайте обратимся к примеру. У нас пациент, мы видим норму, низкий сигнал на Т2 взвешенных изображениях. И обратите внимание, выбранный мной пример, такой более яркий сигнал на Т2. При этом на диффузии в этой зоне яркий сигнал, на ИКД низкий сигнал и фокальное контрастирование. В вентральных отделах признаки неопластического процесса. В протоколе исследования мы обязательно с вами описываем определенные отправные моменты, которые нас будут наводить опять же в процессе работы на определенные мысли для того, чтобы определить градацию пайрации. Первоначально мы даем расположение очага, обязательно описываем форму, размеры и контуры очага. Мы описываем интенсивность, используя те опции, которые наличствуют при исследовании мультипараметрического исследования предстательной железы. Обращаем внимание на воскулиризацию, на наличие ангиогенеза и фокального контрастирования. И обязательно отмечаем распространенность процесса, то есть наличие экстракапсулярной экстензии. То, что касается системы ТНМ классификации, именно подраздела опухоль, Т1 мы не дифференцируем, у нас нет такой возможности с помощью магнитно-резонансной томографии. Однако Т2 взвешенные изображения мы можем увидеть подгруппы. Т2АА – это опухоль, когда в одной доле менее половины. Подгруппа 2Б – это объемный процесс более половины, но с одной стороны одна доля. 2С – это опухоль, поражает обе доли предстательной железы. Вот примеры. Здесь одна доля, показан локальный процесс, вовлекает менее половины одной доли. Одна доля – более 50%, более половины – это 2Б. Опухоль вовлекает две доли – зона гипоинтенсивного сигнала. Третья стадия, когда размер опухоли более 5 см, и есть распространение на капсулу. При этом подгруппа 3А опухоль проникла за пределы капсулы предстательной железы, но не затронула семенные пузырьки. Когда мы видим распространение опухолевого процесса за капсулу и поражение семенных пузырьков, это подгруппа 3Б. Вот примеры вероятной инвазии опухолю капсулы. Экстензия на уровне поражения. Вот видите, локальная зона низкого сигнала, деформация наружного контура. Низкий сигнал от периферической зоны, нечеткость контура псевдокапсулы и наличие в области сосудистонервных пучков таких вот гипоинтенсивных участков. Инфильтрация переневральной оболочки. Локальная гипоинтенсивная зона в области основания семенных пузырьков, соответствующая распространению процесса на семенные пузырьки, то есть подгруппа 3Б. Варианты визоляционной экстрапростатической инвазии, это, например, фрагментация капсулы с наличием вот таких вот спикул. Здесь без сомнения есть плюс ткань парапростатической клетчатки, инфильтрация парапростатической клетчатки со всеми признаками наличия рака. Предложенные моими коллегами варианты экстрапростатической инвазии от контакта до значимой, которая включает в себя прилежание опухоли к псевдокапсуле, деформация псевдокапсулы, ее утолщение, нечеткость ее контуров, фрагментация с наличием спикул и значимые изменения, которые коррелируют с облитерацией визикулопростатического угла и инфильтрацией парапростатической клетчатки. То, что касается распространения неопластического процесса на семенные пузырьки, то возможно прямое распространение неопластического процесса, возможно распространение через визикулопростатический угол с формированием перехода неопластического процесса на прилежащие отделы семенного пузырька Возможно, изолированное наличие гипоинтенсивной структуры на Т2, которая имеет характеристики рака, в области отдаленной от первично верифицированной опухоли, так называемой скир-метастазы. И вот пример мы видим в неопластические процессы. Обратите внимание, угол везико-простатический уменьшен, потому что здесь как раз опухолевая ткань его на какой-то процент замещает и таким образом суживает показатели данного угла. То, что касается четвертой стадии, когда опухоль может иметь любые размеры, но характеристики этих изменений включают в себя проникновение опухолевого компонента за капсулы железы с поражением прилежащих к простате тканей и прорастания в окружающие органы. И клинический пример четвертой стадии. Обратите внимание, какие характеристики мы отмечаем у данного пациента. Опухолевая ткань, стертость зональных характеристик предстательной железы. Опухолевая ткань распространяется на стенке мочевого пузыря. Мы видим в мезоректальной клетчатке лимфатические узлы с признаками вторичных изменений и лимфатические узлы по ходу прямокишечных сосудов. То, что касается градации лимфатических узлов и их расположения, представлено на данном слайде. И, к сожалению, нет никаких стопроцентных признаков наличия вторичного поражения, то есть включения атипичных клеток в лимфатических узлах. И диффузионно-взвешенные изображения нам никакой дополнительной информации не дают. Мы можем только включить диффузионно-взвешенные изображения для поиска лимфатических узлов. Они все, вне зависимости от своего патоморфологического, гистологического строения, будут светиться. И вероятность злокачественности, то есть признаками злокачественности в лимфатических узлах будут такие критерии, не универсальные, но к ним относятся. Размер больше 10 мм по короткой оси, форма лимфатических узлов будет скорее округлая, структура лимфатических узлов будет скорее однородная, но, возможно, участки распада. Мы будем отмечать отсутствие признаков доброкачественности, которые являются наличием жировых ворот. Как правило, мы теряем визоляционную картину наличия жировых ворот, расположенных эксцентрично. Как правило, у лимфатических узлов, пораженных атипичными клетками, контуры будут неровные и нечеткие. И имеется тенденция к образованию конгломератов лимфатических узлов. Но еще раз, это все не признаки 100% злокачественности. Такие изменения мы можем наблюдать, в том числе при воспалении. Какие же лимфатические узлы мы визуализируем по топографии? Как правило, это локализация относительно крупных сосудистых коллекторов. Если речь идет о верхней группе, то мы дифференцируем общие подвздошные сосуды. Они представлены на данном слайде со схемами их расположения. И здесь пример измененных лимфатических узлов близ сосудистых компонентов. Наружные и подвздошные в норме выглядят вот так вот. Они располагаются близ наружных подвздошной вены и артерии. И выделяют наружную, среднюю и медиальные группы. Также мы должны уметь дифференцировать и говорить о изменениях с точки зрения локализации паховых лимфатических узлов. На данном слайде они представлены и указаны стрелкой. И наша задача обязательно оценить висцеральные лимфатические узлы. И в первую очередь лимфоузлы, которые располагаются в мезоректальной паралектальной клетчатке в том числе. Также обращаем внимание на паравизикальную клетчатку. И отмечаем наличество лимфатических узлов в данных отделах с признаками вторичных изменений. К путям лимфогенного метастазирования и локализации, о которых мы должны с вами помнить и обязательно отмечать, относятся. Латеральный путь. Обращаем внимание на запирательные и наружные подвздошные лимфатические путь. Внутренний подвздошный путь. Это лимфатические узлы, которые располагаются близ внутренних подвздошных сосудов. Вот в данном случае. Обязательно излюбленной локализацией является вторичное поражение параректальных лимфатических узлов. Их локализацию я демонстрировала. И также висцеральных лимфатических узлов близ мочевого пузыря. А вот если мы видим изменения, характерные для поражения атипичными клетками в паховых, общих, подвздошных и параректальных лимфатических узлах, то мы говорим в пользу метастатического поражения. О метастазах с точки зрения ТНМ классификации. Есть тоже подгруппы. Если обнаруживаются метастазы в нерегиональных лимфатических узлах, то это паховые, общие, подвздошные. Это 1А. Если имеются метастазы в костях, это 1Б. И если есть метастазы в других органах, то это 1С. То, что касается семиотики поражения костей, то при раке предстательной железы, как правило, остеобластические процессы, которые на рентгеновских исследованиях, в данном случае пример компьютерной томографии, мы будем дифференцировать как такие вот зоны уплотнений. На Т1 взвешенных изображениях, Т1 взвешенные изображения являются костным окном для МРТ. На них мы начинаем и на диффузии дифференцировать изменения в костях. На Т1 метастатическое поражение выглядит следующим образом. Мы обязательно используем диффузионные исследования. Мы смотрим обязательно, что происходит в области свечения при картах ИКД. И если у нас сомнительные изменения, и мы не можем понять, есть ли вытеснение костного мозга патологической тканью, мы используем Т1 в противофазе. Измеряем коэффициент или смотрим цветность противофазе относительно межпозвонкового диска и паравертебральных мышц. Это нам даст возможность говорить в пользу доброкачественных процессов, к коим может относиться, например, остеопоратические изменения. Либо говорить в пользу замещения костного мозга неопластическими изменениями. То, что касается пациентов после проведенного лечения. Если пациенту проведена радикальная простатокотомия, то в пользу биохимического рецидива говорит то, что повышается простатический антиген больше 2 мг на мл. И поскольку ткань простаты выделяет гликопротеин, который именуется простатическим антигеном, то эти изменения могут коррелировать с локальным рецидивом после простатокотомии и проведенной лучевой терапии, с остаточной тканью семенных пузырьков, которые сохраняются в 20% случаев после простатокотомии, с остаточной тканью предстательной железы, с наличием лимфогенного прогрессирования и с наличием отдаленных метастазов. И признаками семиотики локального рецидива после простатокотомии является следующее. Сначала мы понимаем, что у нас ткань железы удалена, мы видим ложе предстательной железы. Мы видим воронкообразное расширение простатической части уретры, и признаками местного рецидива будет плюс ткань, то есть какой-то патологический участок с масс-эффектом. При этом мы увидим признаки злокачественности, то есть в патологическом участке мы увидим ограничение диффузии, яркий сигнал на диффузии, низкий сигнал на ИКД. Но помним о том, что в этой зоне может быть шовный материал, а диффузия очень чувствительна к артефактам, поэтому она не является ключевой. И обязательно пациентам после проведенного лечения необходимо проводить контрастирование, потому что доминирующим признаком будет повышение воскулиризации в патологическом участке. Вы можете взять на выражение и использовать систему PR, но она имеет свои недостатки, и ее можно использовать, когда у нас есть какие-то сомнительные зоны. А недостатками этой системы заключается то, что после проведения лучевого лечения восстановление ткани предстательной железы наступает крайне поздно, через 4-5 лет после лечения, и не учитывается состояние после сочетанного лечения. Но так или иначе, у нас есть с вами признаки наличия рецидива по совокупности данных и обязательного использования именно у пациентов после лечения внутривенного контрастирования и показателей, которые мы отмечаем у пациентов. Как на данном слайде, в области пузырно-уретрального анастомоза, обратите внимание, это Т1-звешенное изображение с подавлением сигнала от жировой ткани. Мы видим, что в просвете мочевого пузыря содержимое с низким сигналом. И мы видим зону локального усиления сигнала после контрастирования раннего фокального усиления, которое говорит в пользу наличия местного рецидива. Еще один пример, Т1-звешенное изображение, мы видим мочевой пузырь, и в области правых отделов ретро-визикального пространства локальная узловая зона раннего контрастирования, которая говорит в пользу наличия местного рецидива. То, что касается изменений после лучевой терапии, предстательная железа имеет закономерные проявления патоморфоза. Они характеризуются тем, что железа со временем уменьшается в размерах, отмечается диффузное снижение сигнала на Т2-взвешенных изображениях, где зачастую теряются границы зон простаты. Это связано с появлением участков фиброза и атрофии. Семенные пузырьки синхронно также уменьшаются в размерах. Отмечается повышение сигнала на Т2-фцет от смежных структур, от стенок прямой кишки, от мочевого пузыря, от клетчатки, от мышц, связанные с локальным воздействием лучевым на область сканирования. И закономерным является изменение в костном мозге области облучения. Сначала это длительно сохраняющийся отек костного мозга, как правило, это крестцово-подвздошные сочленения. Далее они могут преобразоваться в участки жировой дегенерации и остеосклероза. И вот пример, что же происходит со временем после проведения лучевой терапии. Обратите внимание, участок гипоинтенсивного сигнала в периферических отделах, которые синхронно характеризуются низким сигналом на ИКД. В процессе лечения, обозначенной неделями, мы отмечаем даже на ИКД некоторое повышение сигнальных характеристик, которое говорит в пользу наличия вазогенного отека, как реакции на лучевую терапию. Что же происходит с предстательной железой в процессе лечения к более поздним стадиям обследования? На пятой неделе, обратите внимание, она становится все чернее и черней. И мы отмечаем низкий диффузно сниженный сигнал от предстательной железы на Т2-взвешенных изображениях. Пример из личного архива. Пациент с четвертой стадии рака предстательной железы. Мы видим нарушение дифференцировки структур. Мы видим крупный опухолевый конгломерат, который распространяется внутрипросветный вдоль стенок мочевого пузыря, распространяется на основании полового члена и дает распространение экстензию за пределы капсулы. Посмотрите, после проведенного лечения, спустя какое-то время, объем опухолевого компонента уменьшается. Мы уже не видим такого внутрипросветного компонента в мочевом пузыре. Мы не видим такого объема опухолевой ткани в области основания полового члена. Объем предстательной железы уменьшается. Нет той экстракапсулярной выраженной экстензии, которую мы наблюдали на этапе до проведенного лечения. К доброкачественным изменениям предстательной железы мы можем отнести следующий процесс. Гиперплазию, которая имеет уже нам привычные изменения с наличием узлов. Наличие кровоизлияний. Мы уже с вами умеем дифференцировать кисты, которые характеризуются гиперинтенсивным сигналом на Т2 взвешенных изображениях и низким сигналом на Т1, как содержимое мочевого пузыря. Проявление фиброза и атрофии, как явление постпоспалительного процесса, если речь идет о доброкачественном процессе. Кальцинаты трудно дифференцировать с помощью магнитно-резонансной томографии, и они, как правило, характеризуются гипоинтенсивными очагами при всех импульсных последовательностях. То, что касается простатита, все зависит от того, острый это или хронический процесс. И далее я вам расскажу, в чем особенности верификации этих изменений. Для нас уже не представляет никакой сложности дифференцировать железистую гиперплазию. Мы видим узлы с капсулой, с высоким сигналом на Т2. Помним о том, что они могут давать усиление сигнала после контрастирования, и у них может быть вариабельная диффузия. Мы не обращаем внимания на проявление этих изменений по диффузионным картам. То, что касается стромальных участков гиперплазии, наша задача помнить о том, как мы визуализируем злокачественный процесс. Это, как правило, неправильной формы, чечевицеобразные или в виде слезы, участки низкого сигнала на Т2 взвешенных изображениях. Внимание! Это однородные структуры, локальные зоны. У них, как правило, нечеткие контуры. И мы можем, просматривая изображения, в том числе в корональной проекции, отмечать крайнюю кудальную вытянутость описанных зон. То, что касается особенности расположения узлов гиперплазии, помним о том, что, во-первых, в правых отделах слайда она может оттеснять хирургическую капсулу и уменьшать толщину периферической зоны. Узлы гиперплазии могут наслаиваться на периферическую зону. И здесь, внимание, наша задача, если мы в этом области нашли признаки злокачественного процесса, мы их интерпретируем как признаки по переходной зоне. То есть мы берем критерии оценки переходной зоны. Это очень важный момент. И здесь пример доброкачественных изменений. Гиперплазия распространилась на прилежащие отделы периферической зоны правой доли. Внутрипузырный узел на ножке с кистозной перестройкой. Не пугайтесь, мы можем столкнуться с такими вот внутрипросветными в пузыре изменениями, которые характеризуют доброкачественный процесс. Следующее. Когда утолщается зона мочевого треугольника, напоминаю, он располагается между устьями мочеточников и простатическим отделом уретры, мы можем в области детрузера отметить диффузное утолщение стенки. Это будет проявлением ретро-тригональной гиперплазии. И, как правило, пациенты жалуются на недержание мочи с такими вот визоляционными характеристиками. Пример изменений, которые характеризуют постбиопсийный процесс. Наша задача обязательно просматривать Т1-звешенные изображения до введения контрастного вещества. Не всегда мы знаем, что произошло с пациентом. Пациенты бывают с разными характерологическими особенностями. И когда мы видим локальную зону низкого сигнала на Т2, видим какое-то такое сомнительное ограничение диффузии, яркий сигнал на диффузии, низкий сигнал на картах ЭКД, мы можем столкнуться с тем, что у нас есть высокий сигнал на Т1-звешенных изображениях, говорящий в пользу наличия геморрагического пропитывания. И это проявление наличия подострой стадии. И, как правило, это очень долго держатся эти изменения после биопсии, потому что предстательная железа имеет свойство вырабатывать цитрат, который является антикоагулянтом по своим свойствам. И то, что касается тактики после биопсии. Если у пациента положительная биопсия, то для оценки местного распространения необходимо выждать интервал минимум 6 недель, для того, чтобы нивелировать постинъекционный отек, который будет экранировать истинные признаки распространения процесса. Если биопсия отрицательная и при этом есть рост простатического антигена, то наша задача – помочь выявить опухоль. И здесь, в данном случае, интервал не предусмотрен. То, что касается оценки семенных пузырьков, все те же самые визоляционные особенности, что и постбиопсийные изменения в отделах предстательной железы. Низкий сигнал на Т2, яркий сигнал на Т1, признаки ограничения диффузии в описанных зонах на стандартных импульсных последовательностях и отсутствие усиления сигнала при проведении контрастирования и при исследовании сканов с субтракцией. То, что касается воспалительных изменений, то, как правило, неоднородное содержимое в просвете семенных пузырьков не говорит в пользу воспаления. Это может быть и при нормальном, при интактных семенных пузырьках. Ну вот, в данном случае эффект седиментации за счет того, что и сложная жидкость в просвете структуры. Если мы говорим о визокулите, то с точки зрения именно семиотических признаков это увеличение размеров локальной, это повышение сигнала на Т1, снижение на Т2, и это усиление сигнала от перегородок с утолщением перегородок. Это признаки именно визоляционные воспалительных изменений в семенных пузырьках. То, что говорит в пользу острого воспаления. Здесь нам в помощь, конечно, придет анамнез, потому что характеристики острого воспаления, они не специфичны. Единственное увеличение объема со смежными локальными изменениями в виде раннего контрастирования и ограничения диффузии нам могут помочь. Но так или иначе обращаем на клинико-лабораторные данные. Здесь нам важен анамнез, хотя бывают инкомпаратные пациенты без каких-то клинических проявлений. Если речь идет о хроническом воспалении и поствоспалительных изменений, то, как правило, это клиновидные формы участки, есть снижение сигнала на Т2 и КД, нет при этом изменений на диффузии. И здесь очень важно проведение отсроченного контрастирования. То есть мы делаем многоплоскостное контрастирование после динамического, потому что некоторые воспалительные процессы накапливают контрастное вещество отсроченно. И еще одним из характеристик воспаления является то, что при проведении контраста, помимо отсроченного контрастирования, мы можем увидеть несоответствие этой локальной зоны по стандартным импульсным последовательности тем, что происходит на контрасте. Может быть диффузное усиление сигнала без локализации и несоответствие зоны. Видим участки в одном месте, контрастирование совершенно в другом месте. Вот пример пациента, у которого было повышение простатического антигена, проведено противовоспалительное лечение, показатели снизились, и какие же изменения мы отмечаем по данным наших лучевых методов. Обратите внимание, в периферической зоне левой доли низкий сигнал с признаками на Т2, с признаками ретракции, втянутости капсулы, псевдокапсулы. При этом обратимся к диффузионно-взвешенному изображению. Нет повышения сигнала, и такой неявно низкий гетерогенный сигнал на картах ЭКД. При этом контрастирование без локальных изменений, диффузное усиление сигнала от ткани предстательной железы. Все это говорит в пользу того, что мы, скорее всего, имеем дело с доброкачественным процессом, и это по классификации 2 балла. Отдельно выделю гранулематозный простатит, который тоже имеет очень сложные подходы с точки зрения верификации, в связи с тем, что признаки у гранулематозного простатита не специфичны, именно визоляционные. И они характеризуются низким сигналом на Т2. И тут опять же нам в помощь придет анамнез. Как правило, мы можем отметить такие зоны в участках локальной проведенной биопсии, либо у пациентов они могут располагаться, если речь идет о системном поражении в диффузно-относительно кровообращении. И тут мы узнаем о том, есть ли какие-то данные о общем системном поражении, наличие микобактериальной или грибковой инфекции, наличие в анамнезе нитрогенного повреждения ткани простаты, или наличие какого-то системного гранулематозного заболевания. И до 40% случаев эти изменения бывают у пациентов, в которых в анамнезе было БЦЖ, вакцинация при лечении опухолей мочевого пузыря. С точки зрения наших картинок, это, как правило, выраженное снижение параллельно на картах ЭКД сигнала. Если речь идет о контрастировании, то здесь как раз очень часто мы можем отметить именно локальное и кольцевидное накопление после внутривенного контрастирования. И также у пациентов может присутствовать парапростатическая инфильтрация. И вот, обратите внимание, низкий сигнал на Т2 взвешенных изображениях, яркий сигнал на диффузии, низкий сигнал на картах ЭКД. Все говорит о том, что мы, наверное, дадим высокую градацию по системе ПАЭРАЦ, вводим контраст, и на контрасте кольцевидное усиление локального сигнала. Далее высокую градацию, пациент направлен на биопсию, по данным биопсии, явление гранулематозного простатита. И в завершении лекции, я всегда в лекциях рассказываю об абсцессах, вне зависимости от органов и систем поражения, они имеют четкие семиотические признаки проявления на наших изображениях. Это жидкостное образование, но содержимое, как правило, неоднородное, как на данном слайде. Т2 взвешенное изображение, яркий сигнал, жидкость, на Т1 низкий сигнал, жидкость. После внутривенного контрастирования, в силу того, что есть грануляционные стенки у этих образований, мы видим усиление сигнала не в структуре, а по периферии, в области стенки. И в связи с тем, что это содержимое с вязкой характеристикой, то есть это вязкая структура, то здесь, безусловно, будут проявления ограничения диффузии, то есть будет яркий сигнал на диффузии и низкий сигнал на картах ЭКД, как в данном примере. И хочу сделать некоторые выводы из своей лекции, напомнить вам о том, что мы обязательно должны, работая с изображениями, не забывать, что предстательная железа имеет зональное строение, и каждая зона имеет свои особенности в интерпретации и особенности критериев злокачественности. То, что касается системы Пайрац, эта система не говорит в пользу стопроцентного наличия зла. Она дает нам возможность определить вероятность наличия злокачественного процесса. И эта система не зависит от таких критериев, как показатели простатического антигена, анамнеза и клинико-лабораторных данных. Все эти показатели нам больше помогают в дифференциальной диагностике неопластического процесса с какими-либо другими изменениями в структуре предстательной железы. И важным является то, что, как и интерпретация любых других органов и систем, магнитно-резонансная томография требует мультидисциплинарного подхода, что в свою очередь оптимизирует стратегию выбора лечебной тактики, влияет на качество жизни пациента, сокращает смертность и помогает нам, коллегам-клиницистам, в стратификации пациентов. Я очень надеюсь на то, что моя лекция помогла вам, и вы улучшили свое понимание процессов, происходящих в предстательной железе, и научились их верифицировать с помощью магнитно-резонансной томографии. Я благодарю вас за внимание, и если у вас возникли какие-то вопросы, я постараюсь на них ответить после короткого перерыва. Спасибо.